По муромской дорожке Он клялся и божился Одну меня любить На дальней нас сторонушки Меня не позабыть Он на коня садился Умчался, милый, вдаль Оставил мне на сердце Тоску лишь за печаль Ты музыку любишь? А кто ж ее не любит? Тогда погоди Слышишь, кто поет? Ну, Русланова кто? Люблю Вот баба, вот сила Русская душа Ты знаешь, она у нас сидела? Да, знаю Ну, знаешь, а вот не знаешь Только в тридцатилетии вызвал к тебе И говорю, Леда, пой А она не хочу Как не хочу? А вот так, говорит, не хочу Я, говорит, тицца в клетке не поет А? Вот баба Ну, я ее, конечно, и карца засадил Чтобы спела Но люблю Сила, потому что есть Душа есть А сейчас-то что творится, Коля? Налей А знаешь Знаешь, кто во всем виноват? Во всем этом Раскардаше В этой Знаешь, кто? Кто? А только между нами Только между нами Вот кто Во время съемок картины Как бы не было точно решено Что эта певица, так сказать, исторически известная Но и режиссер Михаил Пташулк И автор Евгений Григорьев И я вот как актер Мы решили все-таки Обозначить именно имя Лидии Андреевны Руслановой Тем паче, что К величайшей трагедии Нашего народа Она Действительно была В таком положении Когда могли ее заставить петь Или заставить не петь То есть, короче говоря Она Ее не обошла Горькая чаша Тридцатых годов Михаил Ульянов На наш взгляд По духу Близкий Руслановый человек Ну, как бы Я актерски Выразил Свое восхищение Даже через этот Мрачноватый образ Бывшего начальника Лагеря Который считает Что их время Еще придет Папа арестовали С мамой в один день 18 сентября 48-го года Мы с папой Были дома В Москве А мама была На гастролях В Ульяновске И раньше Тогда самолеты Летали только рано Утром И вот первым Самолетом На котором Она в 5 утра Она уже встала Одета была Должна была Вылететь домой А за ней Пришли Гостиничный номер И В одной части В одной минуте Пришли к нам В квартиру В Заврушинском Грелке И арестовали Я долго Затасковала Все ночи Не спала Я плакала Рызала С тьми Поздала Однажды Мне приснился Тяжелый Страшный Сон Мой Миленький Женил Нарушил Клятву Сталин Невероятно Боялся Конкуренции Георгий Константинович Жуков получил Очень большую Популярность Авторитет Мировой И первый фронт Который Сталин Нам дал Распоряжение Расформироваться Жуковский Фронт Для того Чтобы Георгий Константинович Арестователем Был арестован Практически Генералитет Больше сорока Человек Которые Окружали Георгий Константинович В том числе И был арестован Авторитет Берия Решил арестовать Жукова И он Действительно Его очистил Со всех сторон Он Арестовал Начальника штаба Генерала Телегина Его адъютантов Арестовал Всех Он его абсолютно Как сказать Открыл Но и существует Вроде такая легенда Или может быть Это правда Я не знаю Не утверждаю Ничего Но легенда такая Существует Что дескать Берий пришел К Сталину С очерняющими Имя Жукова Документами И вроде бы Вроде бы Сталин сказал Нет Жукова Я тебе не дал Ну такая есть история Но факт Стоит фактом Что Несмотря на то Что это фактически Точно Что он арестовал Все окружение Жукова Он его Как бы сказать Он его поставил Уже под все ветра А взять не мог Более трех лет Тоже длилось следствие Папа был на Лубянке Закрытой там Тюрьме А мама была В Лефортово И Ничто не могли Инкриминировать Потому что Всю жизнь Она занималась Только Актерством Домом Семьей И так сказать Жила Нормальной Трудовой Человеческой Жизнью Я у ворот Стояла Когда он Проезжал Меня в толпе Народа Он взглядом Увидел Мои слезы Глаза Вне Запустил Он Понял Что Навеки Он Жизнь Мою Разбил По Муромской Дорожки Стояли Три Сосны Прощался Парень С девушкой Она там Просидела Как она говорила Тридцать Суток В одиночной Камере Днем ей спать Не давали А ночью Берия вызывал Привозил в Москву Заставляя ее Подписать Что муж ее Генерал Крюков Предатель Враг народа Она не подписала Режиссер радио Владимир Демин Благодаря ему У нас осталась Живая речь Лидии Андреевны Так он Каждую ночь Вызывал И все время Всякими уловками То одно То другое Он даже сказал Такую вещь Что арестована Крюкова Не Русланова Русланова На гастролях А Крюкова Это Никто ее не знает А вот Ты сейчас Подпиши И в ВТО Там Висит Где-то там В комнате Твой концертный костюм Как только Ты подпишешь Сейчас же Приезжаешь Туда Переодеваешься Там уже В ресторане В зале Сидят люди Ты выходишь Тебя будут Приветствовать Аплодировать Ты из гастроги Приехала Подпиши И у тебя Будет все в порядке Она подписала Мне приписали Эти антисоветские разговоры То, что практически Можно было Каждому человеку Маму Отправили в лагерь Когда она Ехала в этой теплушке Сопровождал ее Какой-то Человек Который отвечает За это Пил водку Топил Печурку Кричал Все время Требовал Уголь Уголь дайте И плакал Плакал И плакал И приговаривал Что арестовали Мою Соловушку Соловушку Мою арестовали Я сам плачу Лидия Андреевна Говорит А ты не скажешь За что меня арестовали Ой, молчи, молчи Я не могу тебе Ничего сказать Но вот Мою Соловушку Арестовали В округе Местные жители Узнали Что Появилось В таком-то лагере Это под Тайшетом Между Тайшетом И Красноярском Все к ней Туда Толпами Повалил народ И каждое место Кто варежки Кто валенки Кто Не знаю Какую-то еду Все И Особенно Весной На Пасху Там Как знаете Как крестный ход Образовали Испугались Просто вот этого Народного Ополчения Расскажу В танцевальном Дуэте Дуэте Как спела Народного Народного Мгновения Народного Ее Я могла Я могла Ее слушать Бесконечно И вот Она Пришла После Тюрьмы В этот дом Так же Как и Анна Андреевна Ахматова Я ее тоже В первый раз Увидела Опять же В этом Ардовском доме Это вот Был такой Странноприимный Дом Что ли Который Привечал Всегда Обиженных Людей И вот Первый концерт После ее возвращения Это был концерт В зале Чайковского Народу Желающих попасть На этот концерт Было огромное количество И даже вызвали Конную милицию Для того Чтобы Был порядок При входе В зал Чайковского Вера Городовская В составе Оркестра Народных инструментов Имени Осипова Акомпанировала Одно время Лидия Андреевна В этот вечер Она дала Простор Своей душе Это было Откровение Что не песня То Сплошное удовольствие Было слушать ее Мощь Широта Удаль Русской души Это было прелесть И вы знаете Что мы Музыканты Акомпанировали ей И весь вечер Смотрели в ноты Сквозь пелену слез Настолько это было Все трогательно И в конце Первого отделения Она пела Песню Степь да степь кругом И в последнем С первых мест С первых рядов Бросила в команд Сцене И стали собирать Эти бусы И мы тоже Стали шарить по сцене И искать Эти бусинки И вот я на память О том концерте Олеге Андреевне К ней Была какая-то Группа концертная И вот После Конечно Того Как она вернулась С заключения Они где-то Были на Урале И там Концерт был В дворце Культуры Заводской Такой Заводская публика Билеты Раскуплены Конечно Масса Шли прямо Крестным ходом И вдруг Лидия Андреевна Заболела У ней был бронхит Который усугубился Вот этим С заключением Тюрьмой Такой Что она Слово не может вымолвить Она пошла в поликлинику Что-то там сделали Вечером не может петь Ну там Говорят Да Лидия Андреевна Да вы что Разнесут зал Это что И скажут Обман Да докажи Что заболел Ведь артистам Никогда не верят Если они заболели Говорят Или денег Мало дали Или напились Или разгулялись Или в общем Наплевать на народ Бывают Такие знаете Мнения Тогда Решили так Лидия Андреевна В своем костюме Вышла На сцену И сказала Вот знаете что Несмотря на тепло Ваших сердец Я человек Немолодой уже Переживший Я заболела Извините меня И поклонилась Что в зале было Я знаете Без слез Не могу говорить Какой-то старик Встал и сказал Лидия Андреевна Голубка ты наша Да ты только постой Мы на тебя посмотрим Да и не надо Не утруждайся Мы знали Нам из поликлиники Уже сказали Эту весть Что ты приболела Да и не утруждайся Мы посмотрим На тебя до смерти хватит И поднялась Такая овация Знаете Минут 15 Не давали никому Слово сказать После этого Она поклонилась Вытерла слезы Ушла за кулисы И концерт пошел Нормально Музыка 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 Туда вы молодец Чуд Идет Пришла моя желанная Продает завар и купе Музыка Музыка Были все обращены И полностью реабилитированы В доме пытались Об этом не говорить Я думаю Прежде всего Что так уж Я потом сообразила Что они Папа с мамой Договорились Между собой Что просто Не травмировать бы Меня Потому что Когда они вернулись Через 5 лет Мне было Сколько уже 18 лет Им не хотелось Просто губить Мне душу Ну А я в свою очередь Не хотела Им напоминать О той беде Которая с ними Произошла Но я безусловно Уверена По каким-то таким Тонким нюансам Что они Страдали от этого Невероятно И страдали Прежде всего В таком Морально-этическом Плане Потому что Абсолютно Ни в чем Невиновных людей Засадили В тюрьму Объявили Врагами народа И Распускали Всякие Гадости Нелепицы Которые Никакого отношения К ним не имели Она Неохотно Вспоминала Это время И когда Ее просили Об этом Рассказать Она Отнекивалась Отказывалась Я как-то Спросил у нее Лид Ну почему Ну ведь это было Все в нашей жизни Ну пусть люди знают Она сказала Что ты Морь Они у меня Отняли Столько лет Жизни Я бы людям Пила А я там Находилась Вот это Она простить Не могла У нас в семье, у моих родителей, никакой труд никогда не считался как-то зазорным. Они любили все делать сами, надев передники, вымыть, отдрать, вычистить, приготовить. И все это делалось всегда с невероятным юмором, легко, просто, чтобы создать какую-то атмосферу в доме тепла, доброжелательности. У них был удивительный союз, потому что они настолько проникновенно относились к друг другу и еще рожденным каким-то сверхпониманием друг друга. Они могли глазами разговаривать, один другому передать при наличии посторонних людей и абсолютно твердо, точно получить ответ, не произнося ни слова. По-моему, это как раз было очень редкое качество в браке. Вот оно у них было. Очаровательные гласки очаровали вы меня. Вот много жизни в руголахты, как много страсти и огня. Каким восторгом я встречаю, твои прелестные глаза. Но я в них часто замечаю, они не смотрят на меня. Что значит долго не видаться, как можно скоро забыть. И сердце, сердце, полюбить. И сердце, сердце, полюбить. Я опущусь на дно морское. Я поднимусь на глазах. Я все дам тебе земное. Надо сказать, что дамы, которые окружали их, были в восторге. Даже мне рассказывала, у нас такая была преточная звезда Татьяна Яковлевна Бах, партнерша Ерона. Боже мой, когда Владимир Викторович входит в ЭТО с Лидией Андреевной или идет с ней в Цедри, ну все дамы совершенно были обворожены. Да, вот такая пара была очень милая и интересная. Заслуженная артистка республики Лидия Андреевна Русланова. Заслуженная артистка республики Лидия Андреевна Русланова. Заслуженная артистка республики Лидия Андреевна Русланова. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С Лидией Андреевной было иначе. Она, простите, в эту пору была, ну, скажем так, в местах достаточно отдалённых. Когда она вышла, наконец, из заключения, что можно было петь? А ещё все законы той поры, так сказать, вот, конца 40-х годов, они ещё все действовали, все запреты ещё были. И Русланова неожиданно запела частушки, то же самое. То есть не народные частушки, нет, а вот частушки, были сочинённые какими-то там, понимаете, авторами, одобренными вот этим самым, значит, главлитом. И она пела частушки. Ну, она пела их, конечно, простите меня, опять-таки. Это была Русланова. Да, ни один педагог и никакая школа не научит, как нужно спеть. Вот так она берёт текст, вот так просматриваю, и говорит, ты знаешь, сердце моё открывается. И я закрываю глаза вот так вот. И сердце моё поёт, сердце. А уж когда сердцем поёт, то все плачут. Вот мчится тройка удалая, А вдоль подорожки стал побой. И колокольчик староволная Звенит уныло под дугой. Я мчится, и к бой, он стал полночи, А ему ж грустнула вся. Петербург, он стал полночи, Про очи девицы на души. Вы очи, очи голубые, Пусть сокрушили молодца. Зачем, зачем, ой, люди злые, А в их разрознили сердца. Теперь я горько и терапина. И вдруг смокру, под тем потру, Ох, тройкой тешей воздя. Петина там заливался. Ох, тройка тешей воздяется. Ей пела ее душа, у нее были другие глаза, у нее появлялся румянец. Она становилась красивой женщиной, хотя она никогда не была красавицей. Что поражало Руслановой, когда она выходила на эстраду? Сразу даже, я уже потом это осмыслил для себя, и это действительно подчеркивали многие, на ней был не сценический костюм. То есть она не гналась за гардеробом. Оказывается, костюм, подлинный народный костюм, который она собирала где-то там в Мордовии на берегах Волги, у старушек, подгоняла под себя. Она никогда не заказывала костюмов ни в одной мастерской, тем более театральной. Это было просто ненужно. С неба звездочка упала, С неба голубого, При тебе люблю тебя, А без тебя другого. Я не трянусь на садочке, Лужочек шелковенькой, Неужели тебя я брошу глупой, бестолковенькой? Она пела так, как пели в деревне, так, как она это дело видела в свое время, девчонка еще. И вот есть забавный эпизод такой, остался в воспоминаниях. Артист Московского художественного театра, Иван Михайлович Москвин, красный, знаменитый Лука на дне, лучший Лука, видимо, в истории русского театра, он как-то попал к ним на концерт Лиги Андреевны. После концерта, вернее, после первого дня, он бежит к ней, простите, в гримуборную. Слушай, как ты вот этот самый жест делала вот в этой песне? Покажи, пожалуйста, как это? А оказывается, он очень интересовался вот этими самыми народными жестами, движениями, всевозможными поворотами неожиданными. Она ему показала. Ой, как интересно, как здорово. У нее каждая песня практически спектакль. Идет полнейшее осмысление каждого произведения, к которому она обращалась. И даже вот такой вот момент, вот я сижу, и как, ну, не знаю, там, куда девать руки, потому что у меня нету этого навыка. И очень часто это происходит вот с камерными певицами. Обращали внимание, они не знают, куда их девать во время пения. Вот у мамы, опять-таки, это было вот Богом данное. Качество, у нее каждый жест был удивительно оправдан. Она всегда производила впечатление высокой женщины, хотя она была среднего роста, что у нее была опять такая от Бога осанка, что она оказалась такой грандиозной, величественной. Действительно, она такая высокая, ладная, статная, симпатичная. Ее искусство удивительно. Она как-то заставляла публику сопереживать с ней. Она пела русскую песню «Ах, ты бабочка молоденькая». Это веселая, лихая такая, задорная песня. И в конце оркестр очень много играет. А Лидия Андреевна, значит, стояла и приплясывала. И вдруг мы смотрим, публика встает со своих мест, и, значит, вот в этом широком проходе, в зале Чайковского, подходит к авансцене, вместе с ней начинает плясать. А поскольку я сидела близко к дирижеру, и к Лидии Андреевне, я слышала, как она говорила дирижеру, «Ты поиграй подольше, поиграй подольше, пусть они попляшут». Ой, как трудно расставаться, Ах, милые девчоночки, И заболела все сердечко Да сама и печеночки. Ау, говорила мальчишечка, девчоночку свою, Не надей ты, курнок, Я на совесть на мою. Меня безумно интриговала, как эта личность, в полном смысле этого слова, личность, индивидуальность. Иосиф Кобзон, из молодого поколения друзей Лидии Андреевны. Русланова любила и ценила его исполнительский талант. Ну, вот меня влекло к ним. На чаепитии. А Лидия Андреевна, она обязательно возила с собой старый графинчик. И вот она его настаивала сама на ягодах. И для, так сказать, особых своих любимчиков, когда, значит, мы после спектакля собирались у нее в номере и слушали ее долгие рассказы. Притом нельзя сказать, что только она. Она доминировала в беседах. Но говорили и ее, так сказать, товарки мы шутили. Подружки ее. Владынина, Зоя Федорова, Зайчик, как мы ее называли, Клавдия Ивановна Шульженко. Вот рассаживался. Вот этот ряд. И они такие были простые, такие доступные и вспоминали. То о тюрьме, то о концерте у Сталина. Все шутили. И все было смешно для них. Барыня. Я ее называл барыней. Вот не чувствовалось ни ее возраста, ни ее положения, но, конечно, мы все знали, кто она. Когда она надевала, так сказать, косы, надевала свои драгоценности, платок свой традиционный, этот, так сказать, этот бюст, платок, костюм, сарафан, выходила и начинала, только открывала. Все, смерть. Меня вез один водитель и спрашивала у меня, вы знаете, я слышал, что вы с Руслановой знакомы. Ну, я тогда с гордостью, я говорю, что вы же знакомы? Поступаем вместе, чай пьем вместе. Я говорю, твой счастливый. Он говорит, знаешь, он так по-простому, говорит, вот я на фронте, ее карточку вот с собой весь фронт пронес. И говорит, вот если бы мне сейчас сказали, вот хочешь увидеть Русланову, но только сразу помрешь. Я бы согласился. Гомас крика, он теперь в вагоны ходит, заливает береза, и речь претет, и не в пласть претет. Ох, Коля, грусть волна, любила, завалена. Хороших исполнителей народной песни. Но характер, ноздри, запах России, такой, какой передавала Русланова, этого, конечно, нет. Я надеюсь, после Руслановой, я могу сказать, была эпоха Людмилы Зыкиной, но пусть она не обижается, это совсем другое. Я не думаю, что у нас будет снова Зыкина. Хотя может быть, но то, что никогда не будет Руслановой, в этом я не занимаюсь, это была личность. Она умерла заслуженной артисткой РСФЦР. В ее время российские певицы, русские певицы, мы их так называли, русская певица, хотя, в общем, просто певица русского жанра. Они уже носили звание народных артистов России, Люся носила звание народных артистов Советского Союза, а в то время еще допевала заслуженная артистка Российской Федерации Лидии Андреевны Руслановой. Есть песня Мавсисиана и Лаубе «Соложка», которая посвящена конкретно Лидии Андреевны. И вот там есть тоже такие слова. Не просто стать Руслановой артисткой народной, по сути, не по званию, какой было она. В Москве над Новодевичьей такое небо ясное, среди листвы «Соложка» спел песню из-за тих. Я, Лидия Андреевна, несу тюльпаны красные, я до земли ей кланяюсь от всех от нас живых. «Соложка», «Соловушка», начни концерт свой заново, начни родной, а я тебе тихонько подпоем. Давай споем, «Соложка», о Лидии Руслановой споем про годы давние и молодость мою. Давай споем, «Соложка», о Лидии Руслановой споем про годы давние и молодость мою. Давай споем, Заложим про степь, да степь безбрежно, И про рябину то, что гнется у воды, Споем про косы русы, споем про зимы снежи, Где оставляли в валенке глубокие следы. Вот сейчас я пришла на кладбище к Лидии Андреевне Руслановой, Чью фамилию я ношу с честью и очень рада, Что мне дали эту фамилию в детском доме, Потому как я воспитывалась с двух месяцев в детском доме, Была сиротой после войны. И так меня заметили, потому что я очень часто там выступала, Была девочка очень артистична, И у меня не было фамилии, У нас было почти очень много людей, Которые были с одной фамилией, неизвестная, Или неизвестный, если мужчина. Актриса Нина Русланова. Нам кажется, это тот самый случай, Когда фамилия приходит к человеку не случайно. Эту фамилию мне дала инспектор детских домов, Которая приехала к нам инспектировать наш детский дом. Это было в Богодухове. И, как вы понимаете, Мне очень кажется, это как-то там симптоматично, Как-то богодухов стало быть. Мне дали богом данные фамилии. Инспектор детских домов. Это была такая великая фигура, Перед ним преклонялись, И величали его. Вот. И она пришла вместо этой директрисы, Принесла мне огромную коробку шоколадных конфет, Которую я действительно в первый раз вообще видела. В первый раз в жизни. Потом коробка быстро исчезла, После того, как она ушла. Так я ее и не попробовала. Ну, это не важно. Но она сказала, Девочка, как тебя зовут? Я была тогда на Украине, Говорила на украинском языке. И я говорила, Что мне зовут Нина. Фамилия? Я не знаю. Но она говорит, А ты знаешь такую великую певицу Русланову? Я говорю, не, не знаю. Она говорит, Вот запиши и запомни, Что с этого дня У тебя будет настоящая фамилия Русланова. И вот мне кажется, Что меня Лидия Андреевна, Хотя я ее ни разу не видела, К сожалению, При своей жизни. Но мне кажется, Что она меня как-то благословила И дала мне профессию Тем, что я ношу эту фамилию. Утесов очень любил Лидию Андреевну. И вот в минуту грусти Он мне говорил, Как бы хорошо, Если бы Лидия Андреевна приехала к нам. Тонь, ну быстренько позвони. Я, конечно, набираю телефон. Подходит Лидия Андреевна, Она говорит, Ну что случилось? Я говорю, Лидочка Андреевна, Леонид Ольцевич очень хотел бы вас видеть. Приезжайте, голубушка. Ну, Тонька, подожди, Сейчас соберусь, подумаю. Ладно, еду. Вот она быстренько приезжает. Ну, приезжает, конечно, Леонид Ольцевич встречает, Целуется, все хорошо. Садятся, разговоры, все. Ну, как всегда, знаете, Я говорю, что вот артисты, Это как ночь, так все расцветают. А уже когда расцвет идет, Тут уже идет и юмор, и все такое. Но я любила делать пароки, страшно. Ну, плохо ли, хорошо, но всем нравится. Вот у тесов мне говорит, значит, Ну, Тонечка, спой, пожалуйста, Как я вот пою. И вот я, значит, начинаю. А деньги бегут с кошелька в магазин, И след их в одоле пропадает. Вот, хорошо. Ну, теперь, значит, переходим Кладу Ивана Шиженко. Руки, вы словно две большие птицы, Как вы летали, Как оживляли все вокруг. Руки, как вы легко могли обвиться, И все печали мне дали вдруг. И вот эти руки уходят, Об это время у тесов. Пам, да это чему за Кочайковск. Па-па-па-па-пам, па-пам. Но я заканчиваю и все печали Снимаю вдруг. И у тесов. Па-ла-ла-ла-ли-лари. Ну, Лидия Андреевна, конечно, смеется Теперь он мне говорит, ну, спой, как Лидия Андреевна По диким степям Забайкалья Где золото роют в горах И снится мне голос твой нежный Когда я с тобою вдвоем Она любила застолья Она в этом смысле напоминала Александру Николаевичу Вертинскому Оба талантливые, оба хлебосолы, понимаете? И оба любят обязательно угощать сами Не угощаться, а именно угощать И вот они друг перед другом старались Значит, Александр Николаевич Вертинский Одел ее этот самый фартук И готовил какой-то салат Лидия Андреевна говорила Ты смотри, ну, кто это есть будет? Я тебя спрашиваю Он делал какое французское блюдо После чего Александр Николаевич спокойно Смотрел, как она делает, скажем, там Пельмени Кошмах! Кошмах! Что это? Надо эстетику Надо красоту Что это? Какие-то лепешки Александр Николаевич Вертинский Говорил, что Лида хороша в малых дозах А Лидия Андреевна говорила, что Ну, Вертинский, он как закуска хорош Вот примерно так они определяли Но это не говорит о том, что они плохо относились друг к другу Они понимали, что это люди незаурядные Талантливые люди, они не бывают, по-моему, простыми людьми На мой взгляд, это наоборот Талант, он давая какую-то разностороненность Тут вот и возникают какие-то и внутренние конфликты с самой собой Да, была человеком сложным, но очень интересным и очень самообытным Относила всегда очень с большим уважением абсолютно ко всем людям Если эти люди достойные Так, если кто-то своими поступками или действиями Или просто был несимпатичен Она, человек, была достаточно резкий Могла быть, просто не тратила время на таких людей И умела дать отпор Что и делала Так что ее побаивались Потому что она обладала не только таким, как бы вам сказать, пытливым взглядом Но и очень острым языком Мы идем с ней И вдруг на встречу идет знакомая актриса Ой, здорово, здрасте, Лидия Андреевна Да, да, поцелую, все это очень хорошо Лидия Андреевна, вы заходите Заходите ко мне, вот и пожалуйста Она так посмотрела Заходите, это значит не приходите Так не приглашает Вот я приглашаю тебя сегодня в 7 часов ко мне домой Поняла? Ты придешь? Она говорит, да, 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 вот и очень хорошо Мы остались Все будет в порядке Пошли, будем пирог делать Не очень такая была Ну, располагала к людскому притоку к себе Потому что она не позволяла, так сказать, любому желающим прийти к ней в гости Я пришел к ней домой Волновался Никогда ее не видел, не общался Так вот смотрю Дама суровая, крепкая, наблюдательная Смотрит на меня Я ее взял и поцеловал Со страху в лоб Она говорит, да ты что меня Как покой-то целовешь Ну, я еще больше растерялся Ну, в общем, мы с ней познакомились Может быть, вот это как-то наладилось В жизни с ней очень много мы встречались Очаровательные глазки Очаровали вы меня Востолько жив, не столько ладки Востолько страхи огня Татьяна Синицына Певица В жизни с Лидией Андреевной они не встретились Но между ними осталась духовная связь Это запись, когда Тане было 18 лет Дело в том, что я очень в то время мечтал Таню представить Лидию Андреевну Русланову Ну, Лидия Андреевна, она и болела И у нее как-то настроения не было И решили по телефону ей спеть Я позвонил Лидия Андреевна, ну тут у нас сомнения в тексте В каком тексте? Я говорю, а сейчас Таня вам споет Ну, вот Таня взяла трубку И начала я прямо шаги Это был такой прием, чтобы представить Таню? Ну, конечно, потому что иначе как-то Ну, не принимало Я не мог так наставить Вот, примите, примите Владимир Васильевич, вот это мы послушали, что было в этом доме А теперь, как и с того дома отхода Вот Танечка нам расскажет Они познакомились вот так с Лидией Андреевной Да, да, просто И она не оборвала на всю Да, она свою песню прослушала Сказала мне самые добрые слова И даже предложила приехать к ней в гости Сказав, что хочет подарить мне на счастье свой концертный костюм Но вот моя трусость Скорее всего Все-таки, нет, я скажу, что я честно говоря Просто боялась Олег Петрович, я взял трубку Она мне в конце сказала очень добрые слова Береги, говорит, эту Так она сказала, береги эту девку Это мое продолжение А вот как она вам выразила свое отношение к вашему пению? Ну, она сказала, молодец Потом помню ее такой низкий голос Только не пой мои песни Я говорю, почему, Лидия Андреевна? Ну, ты невольно будешь мне подражать Я говорю, ну, разве вам можно подражать? Все вот так говорится Потом, когда учите песни мои, поете Так говорят, все начинаете все нюансы слизывать Хорошо, милый, до свиданья Ох, не забудь, молодец, проданье Меня, милый, не узнал Пень березовый я обнял Думал, хоть розовый А это пень березовый Лидия Андреевна была эталоном не только русской песни И все мы сейчас говорим об этом Вообще русской женщины, русского человека Вот эта вот цельность этой нашей русской женщины Которая вот звучала в ней вот так мощно Она и сыграла решающую роль в том, что я стала певицей И Лидия Андреевна вот в ряду хранителей народной песни Она становится еще более ценным человеком, если так можно говорить Бесценным вернее Как хранитель вот этого человеческого начала Русского И ведь мы вот опять же сейчас о многом говорим Вот и распри в нас национальный А ведь Лидия Андреевна была мордовка Мы как-то забываем об этом Да, о национальности Но душой вот русская И настолько вот впитавшая И выразившая Вот эти вот русские национальные черты Что стала символом русской песни Русского человека, я уже говорила Это удивительно Значит, уже Слово русский уже вне национальности Позар отстали Тешки и дорожки Где проходили И лавоножки Позар отстали Мохом островою Там, где гуляли Милый собою Позар отстали Мохом островою Там, где гуляли Милый собою Мы расставались Лёгнув, прощались Любить друг друга Мы обещали И с той поры Мне больше Позар отстали Позар отстали Позар отстали Позар отстали Где же мой милый Где же мой милый Пыл коржицы Где же мой милый Вкрылся Где попадали Позар отстали Светлая 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 Позар отстали Позар отстали Позар отстали Сцен Сценария Написанная Юрием Аркевичем Председатель Однорукий Егор Трубников Приехал на станцию Встречать Возвращающихся В колхоз Молодых людей Которые в своё время От голода И от бесправия Убежали И В этой Полуразрушенной Станции А в это время Значит Он ждёт этих ребят А в это время Из чёрной тарелки Звучит Голос Руслана Валенки Валенки Неподшитые Станинки И вот это сочетание Метущего Соднорукого Несчастного В общем Трагического Человека Разрушенный перрон Раздавленная Россией Войной Поднимающий голову И этот Бесшабашный Голос Руслановой Валенки Валенки Что-то в этом есть Такое Российское Такое Безысходно Российское Именно В сочетании Голоса Слов Ситуации России Середины России Пупка Так сказать России В которой люди Мучительно живут И тем не менее Бесшабашно Поют Провались всё Пропадом А валенки Не подшиты Старинки Ни один бы другой голос Не создал бы Вот этой щемящей Безысходности В то же время Безшабашности Русского народа АВСИ 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 Валеньки, дваленьки, а не подшипые стареньки, Валеньки, дваленьки, а не подшипые стареньки. Ох ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, дома не гуляй, Не ходи на тот конец, эх, не носи девушку в колец, Валеньки, дваленьки, а не подшипые стареньки. Чем подарочки носить, ну лучше бы валенки подшипые, Валеньки, дваленьки, а не подшипые стареньки, Валеньки, дваленьки, а не подшипые стареньки. Судьи люди, судьи бог, как же я любила, по морозу в стеку к милому ходила. Валинки, Валинки, Валинки Дареньки. Валенки, да, Валенки! Валенки, да, Валенки! Валенки, да, Валенки! Валенки, Валенки! Валенки, да, Валенки! Валенки, Валенки! Валенки, да, Валенки! Валенки, да, Валенки! Валенки, да, Валенки! Валенки, 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 Валенки! Субтитры создавал DimaTorzok